всем привет мои хорошие сегодня я решила для вас снять видео бьюти уход за лицом но я забыла у дочки свою косметичку посмотрела что у меня тут дома первое мое намерение было это протестировать вот эту вот палету в которой 5 разных тонов чтобы сделать вот на лице как сказать поскульптурировать немножечко лицо я вообще вот таким вот средством никогда не пользовалась и поэтому решила его протестировать ну и заодно покажу вам какие еще средства у меня тут есть что у меня вообще подручные какие средства есть и сделаем сегодня что-нибудь первое что я хочу сказать что я сделала кстати многие интересовались какой краской для волос я пользуюсь я сейчас только что покрасила голову вот этой краской это faberlic но я вам хочу сказать у меня вообще все средства косметические последнее время только faberlic все для лица крема для волос также кисточки в общем все у меня faberlic поэтому в общем я уже заодно решила вам показать результат вот только что покрасила волосы смотрите корни у меня все прокрашены седина закрашена и теперь я могу спокойно уже одевать ободок ободок кстати тоже из faberlic я перед этим сначала хотела уже снять это видео и когда я делала ободок я увидела что корни у меня темные ну и думал 1 раз уж пока я дома сейчас есть заодно волосы покрашу в общем результат вы видите седину прокрашивает волосы я крашу вообще корни и подкрашиваю каждые три недели потому что у меня очень быстро волосы растут они у меня густые поэтому седина уже начинает виднеться уже через три недели нужно опять красить но я использую полностью весь тюбик потому что потому что опять таки скажу вам что у меня волосы густые поэтому вот мне необходимо полностью все и потом я уже протягиваю по всей длине волос поэтому чтобы не мелочиться уже чтобы мне хватило точно не люблю вот когда чуть чуть не хватает я использую весь тюбик вот но у меня вот есть подруга я и волосы крашу, она приходит, иногда меня просит. У нее волосы редкие. И ей всегда полтюбика уходит. Дальше после окрашивания волос я пользуюсь вот таким вот маслом. Ну, я вот три клика делаю. Растерла по рукам и по волосам протерла. Поэтому волосы, они так немножко блестят. И, в общем, легко расчесывается. И все. Оно не жирнит волосы, это масло. Ну, вот очень хорошее, кстати говоря. Кто не видел, вот я вам покажу сейчас. Вот такое масло. Ну, это просто я решила вам показать. Уже раз, уже за волосы заговорили. Ну, а сейчас я хочу нарисовать себе лицо. Я взяла из каталога вырвала листик. Вот где эта палетка нарисована. И здесь нарисована схемка как, что наносить. То есть, каждое средство из пяти оно имеет свой цвет. И здесь нарисована схемка куда наносить какое средство. Честно говоря, я человек уже, конечно, постарше. И вот я не умею. Я не умею вот это вот скульптурировать, это все лицо. И для меня это сейчас будет первый опыт. Может быть, неудачным. Не знаю, как получится. Ну, попробую. Надо же попробовать. Если не получится, я потом уже у дочки спрошу. У нее уже опыт есть. Нанесение вот этих разных средств. Красиво получается. Но мне нравится, вот когда, знаете, вот какими-то тонами вот так вот проскульптурирует лицо, что оно выглядит очень хорошо. И можно не пользоваться косметикой. Там не обязательно уже все остальное там красить. Ну, можно слегка чуть-чуть. Я люблю легкий макияж. Потому что мне сейчас сильный макияж уже не идет по возрасту. Ладно, не будем долго рассусоливать. Давайте начнем. Вот так выглядит эта палета. Я ее уже показывала в обзоре, где я показывала покупки Фаберлик. Так, я не знаю. Я нанесла на лицо просто крем. Как обычно, после умывания наношу обычно крем, потому что у меня кожа сухая. Ну, вернее, как она у меня сухая, она у меня комбинированная. Здесь она тянет, сушит. Здесь она у меня Т-зона, она у меня жирная. Вот. Ну, просто обычный возрастной крем я наношу и все. Нанесла. И все. Крем Фаберлик тоже. Крем не показываю. Крем бум. С сиреневого такого цвета. Но вообще я пользуюсь разными кремами. То кислородный беру, то такой. В общем, у меня несколько кремов. И я их как-то периодически чередую. Ну, вот у меня кислородный остался у дочки. Здесь у меня есть бум. В общем, я их намазалась. Ну, и некоторые кисточки у меня остались там же в косметичке у дочки. Ну, вот здесь вот я нашла две вот такие кисти. Придется пользоваться тем, что есть. Ну, одна большая, другая поменьше. Это тоже кисточки Фаберлик. Кстати, кисточки очень хорошие. Вот. Ну, не знаю я, как это нужно все. Поэтому сейчас будем делать, как вот получится. Из того, что есть. Я сейчас кисточки эти вытру, что на них там было. Ну, и первое средство, которое вот я смотрю на картинке, нарисовано, что как бы идет наслоение одно на другого местами. Да, особенно вот в этих местах, где скулы. Поэтому я думаю, что нужно начать с номера 1 и потом уже идти по номерам, там 2, 3, 4, 5. Первый номер это бронзер. Бронзер, правильно я говорю или нет? Бронзер, бронзер, бронзер. Не знаю. Это вот это средство. Вот оно находится в левом верхнем углу. И как нарисовано на картинке, это средство нужно наносить на места вот здесь. Затемнять. Вроде бы как чуть-чуть надо. И здесь. Так. Вижу немножечко. Есть такой легкий эффект. Так. Потом вот тут. Кисточка великовата. Нужно бы поменьше кисть, но поменьше вот у меня здесь нету. Ну, попробуем тем, что есть. Попробуем тем, что есть. Как говорится, первый блин может быть комом. Ничего страшного. Я никуда не собираюсь. Это у меня домашний, так сказать, опыт. Так. Я вижу что-то. Что-то нанеслось у меня тут. Что-то есть. Так. Сюда вроде как добавить просится. Ага. Есть. Так. Раз, два. И вот эти вот шейные зоны тоже. Вот тут по бокам. Вот тут по бокам надо немножко побронзировать. Побронзируем. Так. Ну, не наносила я на шею никогда ничего. Надо же когда-нибудь начинать, да. Так. Все. Вроде бы так. Теперь. Я кисточку опять вытру. Потому что... Ну, вот, к сожалению, одна кисточка. Если бы у меня их было сейчас несколько, то, наверное, бы... Я бы, наверное, несколько кисточек, чтобы уже не смешивать эти все средства, а разными кисточками бы пользовалась. Не знаю, вам видно вот этот бронзер, бронзер. Ой, ладно. Давайте дальше. Дальше вторым номером идет румяна. Это вот это средство находится слева внизу. И румяна, я вижу, нанесены только вот посредине, чуть-чуть выше этого бронзера границы. Чуть-чуть выше вот здесь вот. И вот здесь чуть-чуть. Так. Чуть, наверное, многовато я взяла. Ну, ладно. Так. Здесь вижу, здесь чуть-чуть маловато. И еще... Так. Ну, вот это уже кисточку поменьше я возьму. Я вижу еще на веках нанесены тоже румяна. Вообще вот эта палета, ее можно наносить на веки. В общем, полностью на лицо и на губы везде, и на шею кругом. Ну, вот на веках я смотрю. От уголка глаз на середина века и вот до кончика глаз нанесено. Ну, попробуем. Я никогда, честно говоря, румяна не наносила вообще на веки. Ну, здесь, видите, такие средства, которые можно наносить. Ну, ладно. То есть это как бы вместо теней получается. Хорошо, прекрасно. Я тени, кстати, тоже забыла в косметичке. Я взяла там все необходимое. Косметичка у меня такая как бы не маленькая, но там и крема, и все. И успешно забыла у дочки забрать. Потому что, в общем-то, ехала и ненадолго я сюда. И вообще не думала, что даже краситься придется. Поэтому я и не вспомнила, что у меня там косметичка. В общем, как-то и тени у меня тут накрасились. Ничего. Хорошо. Ладно, больше у меня румяна, больше никуда не наносится. Второе средство. Я вытираю кисточку. Номер три у нас идет пудра. Пудра, она идет вот сюда, идет она треугольничком наносится. И вот здесь вот тоже она идет треугольничком. Вот так. Хорошо. Пудра это вот это средство справа вверху. Буду смотреть на картинку и красить пробовать. Так. А что я взяла? Маленькую кисточку. Маленькую кисточку не надо мне. Здесь надо большую кисточку взять. Так. Ладно. Поехали. Глаза боятся, руки делают. А что бояться? Я сейчас накрашусь, а потом умоюсь. И, в общем-то, никуда не собираюсь я идти. Вот треугольничком. Вот так и вот так. Вот как-то так. Так. Ну, ладно. Хорошо. И на щечках. Так. Идет тоже под глазами. И вот это вот место. Вот тут вот. Ну, большеватая кисточка все-таки, честно говоря. Вот так вот как-то надо, наверное. Вообще, раньше пудру я наносила все время полностью на лицо. А потом уже начинала там какие-то румяна, не румяна. Вот мне странно то, что она здесь сейчас наносится только в каких-то местах. Да. И вот посередине носа тоже полосочку я вижу тоже пудру. Пропудрим. Посередине носа. Но по крыльям носа не распространяем. Вот только вот так. Так. Подбородок вообще у нас ничем не занят. Почему? Честно говоря, вот у меня на подбородке немножечко есть какие-то такие вот недостатки. Я бы, честно говоря, их немножко бы закрасила. Но я не знаю, проявлю инициативу. Раз тут никакого средства не положено, я немножко-немножко его сама прикрашу. Так. И вот здесь тоже у нас ничего не задействовано. Тоже никакое средство. Это я тоже уже сама от себя тяну такую сделаю. Там, где вообще белое, ничего. Ничего нету, значит будет. Так. Ну ладно. Хорошо. С пудрой мы закончили. Вытираю кисточку. Теперь у нас номером 4 идет скульптор. Скульптор находится справа внизу. Но такое вот темное средство, оно, честно говоря, вот как загар будет. Не знаю, будет или не будет, как загар. И нарисовано его наносить вот, в принципе, вот здесь вот. Ну вот, где ухо. Да, румя. Вот как-то вот так нарисовано. Ну не знаю, ладно. В общем, попробую, наверное, слегка вот здесь вот что-то вот так вот поделать. Ну-ка. Ну-ка. И с другой стороны. Как-то так. А что это дает, я вот, честно говоря, и не знаю. Вот так вот как-то вот, как-то так. Все, наверное, хватит. Главное не переборщить с этим, да? Ну и пятым номером остался у нас хайлайтер. А хайлайтер, 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 хайлайтер. А хайлайтер буду наносить я маленькой кисточкой, потому что здесь он наносится где-то вот в районе вокруг глаз, но какими-то такими точечными местами, я не знаю, как сказать. Хайлайтер здесь находится в центре. И сейчас я посмотрю внимательно. на картинку. В общем, буду пробовать. Значит, вижу я, наносится вот здесь, в этом месте хайлайтер. Так. С другой стороны. Так. Точечка на переносице вот где-то между бровями есть. Как-то его видно сильно, мне кажется. Дальше идет вот здесь под бровями. На уже, в конце бровей, или как это сказать, на выходе, да? На выходе бровей из зоны. Ой, не знаю. Так. И под глазами вот здесь тоже идет хайлайтер. Ну, как-то не знаю. Хайлайтером, честно, вообще никогда не пользовалась. Вообще никогда не пользовалась. Так. Ну и все. Больше хайлайтера я нигде не вижу. Так. Ну, в общем-то, почти все. Единственное, что я где еще пропустила румяна, это вот немножечко веки. А вот сюда идет немножко румяна. Чуть-чуть. То есть, как тени, они где-то вот сюда идут. Вот так. Вот так. Ну, в общем-то, я накрасилась. Но, скажу вам так, в общем-то, в целом, не знаю. Где-то местами, мне кажется, все-таки темновато. А где-то, мне кажется, хайлайтер все-таки сильно блестит. Я бы его немножко стушевала бы. Вот так вот. Чуть-чуть его немножко стушевала бы. Не знаю, что сказать. Не знаю. В общем, как-то так вот, девочки. Ну, ладно. Сейчас я хочу накрасить тушь. Вот эта вот тушь. Это Фаберлик. Кстати, я ее тоже так чуть-чуть протестировала на одном глазу тогда, когда делала обзор. И мне она понравилась. Эта тушь очень хорошая. Она называется «Главная роль». И она прямо, знаете, так сразу хорошо прям ложится на ресницы. И сейчас я прям этой тушью вот прям постараюсь накраситься быстро. И в то же время не сильно. Я не хочу сильно краситься. Я хочу немножко, можно сказать так, подрачесать реснички. И чуть-чуть их... В общем, короче, эффект естественных ресниц оставить. Знаете, чтобы не видно было, что они накрашены. А чтобы казалось, что они у меня такие и есть. Вот. Так что... Ну вот, один глаз накрасился хорошо. Второй сейчас... Не знаю, не знаю. Второй так тоже вроде бы ничего не завидного. Нет? Я вам покажу потом. Если сейчас плохо видно, я вам покажу поближе потом. Сейчас вот просто... Мне главное, чтобы зеркало мне было видно хорошо. Вот. Ну, чуть-чуть я хочу добавить. Немножечко добавить хочу. Вот ресницы у меня сами по себе, они как бы длинные. Но они из-за того, что вот как бы реденькие, да? И не сильно-то особо их и видно. И мне не нравится напрягать глаза, вот когда я крашу. Еще вот, кстати, по этой причине тоже редко крашусь. Потому что это надо же еще ресницы разглядеть. Ну вот, девочки, вот как-то так вот я накрасилась. Кстати говоря, в комментариях мне писали, покрасьте брови там и так далее. Брови делала в прошлом году. Я год назад как раз вот на свой день рождения, в марте делала, потом коррекцию еще делала, через месяц, по-моему. У меня татуаж на бровях, он еще остался. Я его вижу. Я даже вот брови, раньше я подкрашивала карандашом до татуажа. Сейчас не подкрашиваю. Поэтому брови, ничего я с ними делать не буду. А то, что вот пишут, сделайте что-то с бровями, почему они у вас так приподняты? Девочки, ну я же их приподнимаю-то сама. Просто, может быть, потому что у веки тяжелые, они как бы на глаза уже падают, да? И мне хочется их глаза открыть, и я брови поднимаю. Ну, в общем, это такое выражение у меня лица, так что не надо наговаривать на мои брови. А ресницы, ну, ресницы вот мне когда нужно там для чего-то, я раз вот так подкрасила по-быстренькому, и все. Но просто, я же говорю, пока там не видно и так далее. В общем, не вижу смысла, потому что я не хожу на работу, я никуда не хожу. Я сижу дома либо у себя, либо у дочки. Вот и все. И снимаю влоги. Если прям вот такое какое-то видео, где там что-то, вот я могу там немножко подкраситься. Ну, в принципе, я себя сейчас уже принимаю такой, какая есть, натуральной, естественной, ненакрашенной. Когда я в молодости, мне казалось, что ненакрашенная, я страшная. Сейчас мне так уже не кажется. Мне кажется, что я нормальная, хоть накрашенная, хоть ненакрашенная. А потом, знаете, вот какая есть, вот какая есть и все. Даже если страшная, вот опять-таки такая, какая есть, все. То есть я себя приняла уже такой, какая есть, и в общем не комплексую по поводу своей внешности. Конечно, иногда губки бледненькие, бывает губки надо подкрасить. Кстати, мы сейчас это и сделаем. Карандаш, который я брала в Фаберлик для губ, он очень хороший, выдвигается, классный цвет, натуральный. Но тоже он у меня остался в косметичке у дочки. Тут я нашла другой старенький карандаш. Ну, в общем, тоже натуральный, подойдет. Ну, вот, нарисовала контур. Вот, и вот мне хочется, знаете, вот нашла я такую губную, у меня вообще-то губных от Фаберлик очень много всяких разных там тонов, оттенков. Но когда хочется поднять настроение, когда вот весеннее настроение, видите, я же специально цветочки так одела-то для вас, да, чтобы немножечко вам, в общем-то, немножко вас, как сказать, не то чтобы развеселить, а может быть и развеселить, ну, немножко поднять вам настроение, поднять дух, тем более сейчас какие-то вот печальные события происходят. В общем, я хочу поднять вам настроение, и поэтому вот снимаю такое видео и болтаю, болтаю с вами, потому что поболтать, во-первых, с вами охота. Если кто-то подумает, что вот что же за видео такое я снимаю, я же вроде как бы должна чему-то вас учить. Нет, девочки, я сейчас показываю, как я сама учусь. Учусь пользоваться вот такой вот палетой, потому что мне, честно говоря, давно хотелось, а если хотелось, надо пробовать, правильно? Ну, в общем, немножечко вот так розовенькие губки сделала. Прям даже, знаете, и ободок снимать неохота, пусть остается, да, он нормально, кстати, смотрится, ободок этот. Я вообще, честно говоря, взяла ободок именно для того, чтобы вот делать уход за лицом, потому что я люблю так быстренько, раз, волосы убрала, челка же у меня висит, поэтому мне нужно челку поднимать. А я так одела, сейчас осмотрю, ничего, такой ободочек хороший я взяла в фаберлике, можно вот как бы и прилично выглядит, да. Так, ну, все, мои хорошие. Хочу вам показать поближе, если мне удастся, вот как я реснички накрасила. И вообще вот лицо, посмотрите. Ну, в общем-то, ничего, мне кажется. Ну, может быть, у кого-то бы и лучше это получилось, но я думаю, для первого раза неплохо. Вообще, все это познается в тренировках. Натренироваться надо. А мне даже нравится, я вам хочу сказать. В этом что-то есть. Вот эти вот оттеночки тут такие, темненькие, там светленькие. В этом что-то есть. Единственное, что, конечно, для своего бы лица я все-таки нанесла бы сначала тоналку, а потом бы уже делала вот эти вот затеняющие всякие разные манипуляции. Так как кожа уже не молодая, и она неровная, да, вот всякие вот такие вот пятнышки и так далее есть. Поэтому я бы нанесла сначала тоналку, а потом бы уже вот это вот все. Но тоналка у меня, которая вот мне сейчас, которая вот прям актуальна и пользуется, она у меня также в косметичке у дочки. Поэтому я сейчас вот просто это все нанесла без тоналки. Ну и тем не менее, опять-таки, неплохо, не дурненько так смотрится, да. Ну и все. В общем, девочки, хочу сказать, мне нравится вообще косметика Фаберлик. Мне нравятся и тоналки, и крема, и краски всякие, и кисточки, все-все-все мне нравится. Вот этим я пользуюсь, поэтому решила вам показать. Я прям, вы знаете, аж прям не на любую сносила. Вот. Так что смело берите. Но вот эта палетка, она действительно замечательная. Она, конечно, так дороговастенькая немножечко стоит. Но я рада, что я ее взяла. Я взяла ее по акции со скидочкой. И рада, что она у меня теперь есть. Я тоже ее положу в косметичку. Буду носить с собой, чтобы по-быстренькому так раз-раз-раз и быть красивее. Достаточно вообще, честно говоря, этой палетки убрать. Остальные все... Вот у меня разные средства. У меня пудра в одном, тени в другом, румяна в третьем. То есть много-много разных баночек лежит. Сейчас я могу лишнее все убрать. Оставить только эту палету. Оставить тушь и карандаш с губной помадой. Все. Больше ничего остальное не нужно. Прекрасно можно вот так вот и выглядеть хорошо. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok